Здравствуйте! Это программа События. Мы работаем в прямом эфире. О том, чем живет Самара сегодня, вам готовы рассказать наши журналисты и я, Инга Пейнер. Главная тема выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Следствие пришло к выводу о том, что данные преступления были совершены из корыстных побуждений, а именно с целью совершения хищения имущества. Также установлено, что никто из обвиняемых в день преступления не знал и не доказывался о том, что они совершают преступления в отношении сотрудника полиции." -"Коллегия была сформирована только со второй попытки. 30 ноября в нее входят 12 основных и четверо запасных присяжных. По большей части именно от них и будет зависеть судьба подсудимых. Мы будем следить за развитием дела. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков. События." И о приятном. До Нового года осталось 26 дней. Атмосфера праздника уже ощущается в Самаре. Главную городскую елку начали устанавливать. Преображается и вся Самара. Яркие огни и гирлянд уже появились на многих улицах. Продолжается сборка девяти световых фонтанов. Украшать фасады домов будут и коммерческие предприятия. Марина Кравцова расскажет, как идет подготовка. На площади Куйбышева в разгаре монтаж главной новогодней ели. На каркасе закрепляют пушистые ветки. Осталось сделать несколько нижних рядов и самую верхушку. Ну и, конечно, самая приятная часть украшения ели. Игрушками и праздничными гирляндами. Впрочем, к Новому году готовится весь город. Как идет эта работа, обсудили на совещании в городской администрации. Глава Самары Олег Фурсов поручил ускорить темпы, чтобы Самара преобразилась не за неделю до Нового года, а гораздо раньше. Елки уже установили в парках и скверах. В трех парках идет заливка катков. Один из главных источников праздничного настроения – иллюминация. В этом году ее будет гораздо больше. Уже смонтировано больше двух тысяч гирлянд, консолей, подвесов, светодинамических композиций. 23 километра светодиодных гирлянд. Впервые в Самаре яркими гирляндами украсит деревья. Причем не только хвойные, но и лиственные. Всего таких деревьев будет около 600. Не только силами муниципальных предприятий преображается город. Поучаствовать в праздничном оформлении предложили коммерческим структурам и промышленным предприятиям, которые охотно откликнулись. Они будут украшать фасады, витрины, устанавливать подсветку и елки рядом с магазинами. Гирлянды, подсветка – это все создает определенный колорит города. Мы с вами в этом году реализовывали программу «Цветущий город». Я думаю, те, кто около входа в свое предприятие, в свой магазин высаживал цветы, обратили внимание, что поток клиентов увеличился. Потому что всегда приятно приходить туда, где опрятно, чисто, аккуратно, где красиво. И вот эту идеологию, я полагаю, нам нужно с вами распространять более активно. Яркие световые композиции будут радовать горожан ежедневно с 16.40 до 8.30 утра. А как же выглядит вечерний предпраздничный город, вы сможете увидеть в наших следующих выпусках. Регионы должны стать чище. Согласно федеральному законодательству, уборка и утилизация мусора должны заниматься компании, которых выберут в качестве операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами. Внедрение новой системы обсуждали на межрегиональном семинаре-совещании. Стартовал федеральный проект «Экология России», задача которого – ликвидировать гигантские мусорные свалки, многие из которых к тому же еще и не санкционированы. В 63-м регионе могут быть выбраны три оператора, которые займутся уборкой и ликвидацией свалок. В Самаре, Тольятти и Сызрани. Еще одна задача – наладить переработку мусора, ведь коммунальные отходы содержат немало ценного сырья для промышленности и энергетики. Для участия, для победы в этом конкурсе в статусе рекоператора, наличие инвестиционной программы, из которой мы будем видеть его дальнейшие действия, его суммы, которые он предполагает вложить в тот или иной полигон. О, вековечить память героя! В Самаре прошел день неизвестного солдата. На площади славы развернулись выставка орудий и артефактов, найденных поисковыми отрядами. В этот день каждый желающий мог записаться волонтером в экспедицию. О том, как простой солдатский котелок, может рассказать историю человеческой жизни и смерти. Репортаж Марианы Мирной. Здесь у нас представлены такие фрагменты самолета. Вот, например, это поршень с шатуном, именно с двигателя вот этого самолета, найденного нами. Также вот есть блок цилиндров. Алексей Родионов показывает части двигателя с самолета Ил-2, найденного несколько месяцев назад в районе Южного города. Так силами поисковых отрядов историю Отечества могут воочию увидеть все желающие на выставке артефактов. Мы поднимали бойцов и при них, например, такие артефакты, это вот личные вещи, например, подписанный котелок. Это очень такая вот вещь, которая заслуживает внимания. То есть у бойца, видимо, не было медальона, и чтобы как-то оставить о себе память, он именно выскребал это все на котелке. Участники поискового отряда ездят по всей стране на раскопки и в день неизвестного солдата рассказывают о том, как трудно порой добываются исторические реликвии. Вся наша поездка приходилось выживать, так как первые пять дней нашей экспедиции лил дождь, а мы жили в палатках, практически ночевали на плаву, и поэтому нас это очень сильно сплотило, мы стали семьей. Среди орудий одним из самых интересных является вот это. Расскажите, пожалуйста, как он правильно называется? Самозарядный карабин СКС. Расскажите, кто с ним стоит, какие действия с ним производятся и где его можно увидеть обычному человеку? Ну, обычному человеку его можно увидеть во время парада поведы 9 мая, с ними стоят линейные и рота почетного караула у различных памятников и вечного огня. Кульминация Дня памяти, конечно, возложение цветов к вечному огню, чтобы каждый, даже неизвестный солдат, чувствовал, что подвиг его не забыт. Мариана Мирная, Василий Калдашов, События. Далее, коротко о других темах Дня. Роскосмос намерен отказаться от использования ракет «Союз-У» производства Самарского РКЦ «Прогресс». По данным «Роскосмоса», в феврале 2017 года «Союз-У» в последний раз запустит грузовой корабль «Прогресс». Дальнейшие пуски в грузовых кораблей КМКС будут выполняться ракетой «Союз-2.1а». Пуски пилотируемых кораблей продолжатся на ракете «Союз-ФГ». В то же время специалисты, изучающие телеметрическую информацию, полученную перед аварией ракеты-носителя, пока не сделали выводов о ее причинах. Напомним, космический грузовой корабль «Прогресс» должен был доставить на МКС груз и оборудование. Однако после старта с Байконура на высоте 190 километров произошла авария, и обломки ракеты с кораблем упали в республике Тыва. В Тольятти спасателям пришлось извлекать мужчину из вентиляционной шахты многоэтажки. Вызов на пульт дежурного поступил в без 24 утра. Звонивший сообщил, что из вентиляционной шахты раздаются крики о помощи. Используя альпинистское снаряжение, спасатели вытащили из шахты 26-летнего мужчину, который рассказал, что скрывался от преследователя. Спасатели передали его сотрудникам скорой помощи. Под Самарой может появиться парк искусств. Разбить его хотят в поселке Стройкерамика. По задумке архитекторов, парк разместится в границах улиц Спортивной, Тополей и Солнечной. Там построят храм, детскую площадку с развивающими играми, цветники и выставочные стенды. А на газонах установят арт-объекты. Изюминкой парка может стать фонтан, а также расположенные вокруг него скамейки необычной формы. Оказаться в городе роботов, не покидая Самары, жители областной столицы смогут увидеть достижения инженеров всего мира. Из США, Канады, Великобритании, Японии, Южной Кореи, Франции, Австралии и, конечно, России. Вниманию зрителей будут представлены 52 робота. Среди них первый российский шагающий робот, знаменитая собачка-робот, гуманоид, обладающий интеллектом пятилетнего ребенка, роботы из «Звездных войн» и многие другие. С каждым роботом можно будет поболтать, поиграть и даже попробовать поуправлять. В воскресенье 18 декабря все желающие смогут принять участие в предновогоднем забеге на 5 километров по городской набережной. Российско-европейский предновогодний забег одновременно состоится сразу в нескольких городах. На сегодняшний день уже заявлены Самара, Тольятти, Ижевск, Дзержинск и Прага. Старт в 13.00 у памятников князя Григорию Засекину. Обязательные условия к забегу допускаются только участники в ярких новогодних костюмах. В Самаре наградили победителей регионального этапа всероссийского конкурса сочинений. В нем участвовали ученики с 4 по 11 классы и студенты средних профессиональных учреждений. В итоге определили 4 победителей. Они представили Самарскую область на федеральном этапе. Предложено было 5 вариантов тем. Юбилейные даты писателей региона, культурное наследие Шекспира, русская литература в отечественном кинематографе, история света от угольной лампочки до высоких световых технологий, дорога в космос, мечта человечества. На конкурс поступило более 100 творческих работ. Жюри отмечают, по сравнению с прошлым годом, сочинения школьников стали лучше. Важнейшим является все-таки творческий характер сочинения, то есть полет мысли. Насколько ребенок неординарно мыслит, насколько он в состоянии свою мысль донести до читателя. Церковный праздник – введение во храм Пресвятой Богородицы отметили Православное Воскресение. Это один из 12 главных православных праздников, посвященных вхождению во храм трехлетней Девы Марии. У самарских мусульман тоже большой праздник. 125 лет исполнилось со дня основания исторической мечети, расположенной на улице Алексея Толстого. Сила многовекового добрососедства и мирного существования народов теперь снова обретает свой облик. Сейчас идет реконструкция здания. О мечети с более чем вековой историей расскажет наш корреспондент. Мечеть на улице Алексея Толстого мусульмане называют исторической. В 1891 году она была построена на средства известного промышленника Тимирбулата Акчурина и долгое время была центром ислама в губернии. 125 лет со дня основания мечети – большой праздник для мусульман, проживающих в Самаре. Мы, мусульмане, проживая совместно с людьми других верований, других наций, создавали этот город. Потому что, если посмотреть исторические справки, то участие принимали татары именно в зачинании этого города. И мы полноправно можем сказать, что мусульмане являлись градообразующим народом. В 1932 году мечеть закрыли долгие годы. Здесь располагался детский сад, а в годы Великой Отечественной войны – детский дом. В начале 2000-х здание было возвращено мусульманской общине. Правительство области и городские власти поддерживают сообщество и помогают в реконструкции. Самара всегда отличалась такой высокой толерантностью, как принято сейчас говорить, или терпимостью к людям, которые исповедуют разную веру, к людям, которые являются носителем разных исторических корней, представителей разных народностей, национальностей. У нас более ста представителей разных народностей проживают в городе. И мы гордимся тем, что никогда нашу землю не сотрясали какие-то междоусобицы и скандалы. Сейчас в исторической мечети активно ведутся восстановительные работы, чтобы она снова стала не только местом для молитвы, но и культурным центром для встреч и общений верующих. Олег Зверев, Марьяна Мирная, Василий Колдашов. События. Это далеко не вся картина дня. И вот какие материалы наши журналисты сейчас готовят к эфиру. Дом-музей Эльдар Рязанова обретает реальные черты. Эксклюзивное интервью от автора проекта. Подари ребенку сказку. Рукотворные чудеса на Самарской елке желаний. Бронзовая голова царя, дети в противогазах и ударники труда. История 20 века России в редких кадрах. Хотите получать свежий номер Самарской газеты? Раньше всех, а к тому же бесплатно. Легко скачивайте приложение для iOS и Android и читайте Самарскую газету там, где это удобно. На этом наш выпуск завершен. Удачи вам. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин